Хорошо. Готовы? Где Вадим? О, хорошо. Я узнал вчера, что в предыдущей лекции я использовал слово унитарный. Я много членов вместо приведенный. Наверное, все уже знают об этом. Приведенные много членов имеют ставший коэффициент, который разменяется в нити. Так, сегодня я хочу описать, грубо говоря, как строится пополнение по веку, чтобы получить периодические числа. И мы увидим некоторые полезные свойства периодических чисел. Я хочу начать с определения вообще нормы на коммутативном колесе. Норма вообще, если А коммутативное колесо, например, это поле или зен. Норма — это функция из А в Р, такая, что у нас есть такие свойства. И они свойства, которые мы уже увидели в предыдущей лекции на Р и С. И, конечно, третье свойство — это неравенство треугольника. И в случае периодической нормы это заменяется усиленным неравенством треугольника. И простой пример, может быть, это неинтересно, но это пример. Это тривиальная норма. Если, например, А поле, тривиальная норма на поле — это просто функция, для которой норма равна нулю, если А равна нулю, и иначе величина нормы — это просто единица. Так, это тривиальная норма. И на Q у нас есть, мы встретили, мы знаем три примера норм. Тривиальная норма, модуль и для каждого простого числа P — периодическая норма. И есть еще норма, например, можно рассматривать корень из модуля. Или петедическая норма в квадрат. Ну, а по существу, чтобы, например, говорить о пределах, нет отличия между периодической нормой и квадрат этой нормой. Поэтому голос, что происходит. Здравствуйте. Наконец, Вадим здесь. Хорошо. Так. И оказывается, что по существу это все. Теорема Островского говорит, что на самом деле всякая нетривиальная норма на поле Q — это или степень модуля, или степень периодической нормы для некоторого простого P. Интересно, что Гензел, он создал периодические числа в конце XIX века. А Островский доказал эту тюрьму только 20 лет спустя. Так, это... И я оставил доказательства этой тюрьме на диске O. Можно видеть доказательства там. Так, вопросы? Хорошо. Так. Если у нас есть норма на поле или на колте, можно говорить о понятии сходимости. У нас есть средимость Xn сходится X в А. Если задана некоторая норма на А, мы говорим, что последовательность Xn в А сходится в X в А, если, конечно, норма разности стремится к нулю, как действительное число, вещественное число. И тоже есть фундаментальные понятия, это фундаментальная сосредовательность. Это следовательность Xn в А называется фундаментальной буси. Относительной нормой если для всех эпсилон больше нуля, существует положительное число n, такое, что для всех n и n больше или равно n, у нас есть норма разности меньше эпсилон. это фундаментальная посредовательность. И важность этого понятия состоит в том, что каждая посредовательность, которая сходится, на самом деле это тоже фундаментальная посредовательность. И обратное утверждение иногда не верно. Так. ой, нет. Теорема. Если посредовательность сходится к X, то фундаментальность это следствие того, что посредовательность сходится к пределю, но обратное утверждение иногда не верно, как я уже сказал. Но если у нас есть свойство полноты, то по определению это значит, что обратное утверждение верно. верно. Кольцово и норма нас и вайти полнот Полы, если каждая фундаментальная досчитывательность, сходясь в А, может быть говорят, что А полное пространство относительно этой нормы. Например, поле Ку Ку это не полное поле относительно относительно обычного венера модуля или относительно периодической нормы Ку не полное пространство. И поэтому возникает понятие пополнения. Если А не полное пространство относительно некоторой нормы возможно строить так называемое пополнение. Например, это способ, от которого вещественные числа возникают от рациональных чисел. как результат процесса пополнения. Если А кольцо и М норма на А, то существует А-стрих, которая содержит А подможенство в А-стрих и существует норма стрих на А-стрих такой, что А-стрих полное кольцо относительно этой нормы. Существует кольцо и А- плотное подможенство в А-стрих. плотность это значит вот А-стрих и А везде. Я всех эпсилон и алфа в А-стрих существует А-маленхуев в А такое, что номер разности меньше эпсилон. И например, и мы говорим, что А-стрих это пополнение пополнение кольца А относительно оригинальной нормы. Например, Р это пополнение поля Ку относительно обыкновенный модуль на Ку. Еще вопросы? Нет? Хорошо. И ну это поле мы уже знаем. А, да. Что, что? А, да, да, ой, я забыл. Да, да, да. Это полтора. ограничение нормы М-стрих в А это предыдущая норма. Да, спасибо. Это расширение начинается А и норма на А получается кольцо А-стрих и норма продолжается в А-стрих. Да, спасибо. Так, что я хочу сказать об этом? Хорошо. И кроме того, кроме того, ой, я забыл. следствие этой теоремы, если вы читаете доказательства, оказывается, если А-поль, то А-стрих тоже поль. Например, К-это поль, вещественные числа это поль. Хорошо. Так, наконец, можно определить периодические числа и периодические целые числа как некоторые подходящие пополнения. Периодические числа это просто пополнение ой-я-ку относительно периодической нормы. И Z п периодические целые числа это пополнение колца Z относительно периодической нормы на Z. возможно строить пополнение Z относительно модуля и что получается? Z Z уже полное колцо относительно обыкновенного модуля. Так, конечно, это абстрактное определение. я хочу показать как получить периодическое разложение элементов Z P например, как видеть, что произволный элемент в пополнении можно представить в виде как сумма A0 плюс A1P плюс A2P квадрат и так далее. Как строить такую сумму? Начиная только с определения пополнения. хорошо, как получить такое представление произволного элемента Z P например. Это просто точка. Откуда возникает A0, A1, A2? Это просто точка пополнения. Как получается такое представление? Ну, это пополнение Z. Это значит, что Z плотнее подножиство. поэтому, поэтому если как я хочу устроить так. для н, n больше или равно 1 получается целое A такое, что x-a меньше или равно 1 на первой степени n. n. значит это обозначение? Ну, я хочу написать n p как продолжение. Это тоже обозначает продолжение периодической нормы Zp. Хорошо? Может быть, мы не знаем как вычислить, но я буду использовать это обозначение на Zp, а не только на Zp или q. А что это значит? Как получить информацию? Ну, мы уже знаем, что значит периодическая норма на Zp. мы знаем, что периодическая норма разности это связано со сравнениями по модулю p в степени n. Поэтому пишите A сравнимо с A0 плюс A1p плюс и так далее плюс AN p в степени n по модулю п в степени n плюс 1. Хорошо? Это то, что я хочу. Да. А, на самом деле, извините, для произволного n больше или равно 1, существует A, такая, что норма разности меньше логатного 1 на п в степени n плюс 1. Хорошо? Потом можно думать о A по модулю п в степени n плюс 1. это сравнимо с целым числом между нулем и поэтому получается это просто остаток когда делается A на первой степени n плюс 1. Поэтому мы видим, что такие цифры возникают в периодическом разложении приближения целого A, которое приближение к x. Так. Мы знаем, кроме того, что периодическая норма разности между A и суммой на правой части это меньше или равно единице на первой степени n плюс 1. Из этого следует то, что периодическая норма разности между этими числями меньше или равно 1. Поэтому используя неравенство троигольника, получается это неравенство. Но она эта разница этой разницы меньше равно что? Это x минус a плюс a минус поэтому какая отсенка? а 2. 2. И это 2 на p на 1 на первой степени n. Это меньше или равно 1 на 1 на первой степени n. Поэтому для произволного n получается периодическое разложение до первой степени n. И мы видим когда n стремится к бесконечности то можно добавить a n плюс 1 первой степени n плюс 1 и так далее поэтому при n стремительной бесконечности норма стремится к нулю поэтому получается периодическое разложение абстрактного абстрактного элемента х в z p используя передвижение которое уже в z и используя знание периодического разложения целых чисел получается периодическое разложение произволного элемента в z p и что происходит в q p в q по существу все здесь еще работает но нужно использовать рациональное число здесь и что изменяется в z p а в q p может быть периодическое разложение нужно начать с отрицательного индекса в q p элементы имеют вид a-n на первой степени n плюс a-n-1 на первой степени n-1 плюс и так далее плюс a-1 p конечного количество членов где степень p возникает с отрицательным показателем хорошо это конкретное представление элементов в q p и операция операции в q p в z p ну это это как в школе как в школе алфметики мы используем просто перенос цифр слева направо вместо справа налево как в первой лекции кроме того используя это представление можно видеть в конкретной форме как вычислить что значит периодическая норма произволного элемента в q p используя периодические разложения если x не нуловый элемент в q p может быть в zp если x не равно в нулю то здесь может быть когда x в zp здесь может быть x равно нулю что происходит конечно если x равно нулю то a0 a1 a2 и так далее все цифры равны нулю если x не нуловый элемент это значит что периодические разложения можно начать с не нулового члена может быть a k b в степени k plus a k плюс 1 b в степени k плюс 1 где все цифры лежат в этом промежутке и a k не равно нулю это начальный член но потом в строительстве пополнения как как продолжать норму норм элемента в пополнении это просто предел в вещественных числах норм посетовательности элементов в оригинальном колте и это норма это предел норм при движении в q хорошо понятно вопросы так но здесь что можно сказать какая норма этого произведения напомним a k это может быть это 1 2 3 p минус 1 какая норма этого произведения а здесь ну может быть цифра равна нулю но тем не менее это меньше или разного 1 на первой степени k плюс 1 меньше 1 на первой степени все члены все из этих членов строго меньше каждый член строго меньше 1 на первой степени k но из усиленного неравенства троигольника если у нас есть сумма и один член имеет норму больше чем остальные члены это значит что это 1 на первой степени k это не зависит от n когда n стримится к бесконечности это всегда всегда это 1 на первой степени k хорошо это конкретное описание периодической нормы ненулового элемента в qp после того как мы написали x в периодическом разложении нужно найти первый член первый ненуловый член в разложении если это a k b в степени k то периодическая норма этого элемента x это просто 1 p в степени k хорошо это работает zp vqp для произволного элемента vqp кроме того из-за такого описания периодической нормы получается усиленое усиленого v усиленого и получается это неравенство в qp не только в q усиленое это что усиленое какое слово усиленое усиленое неравенство треугольника вот и это значит здесь на самом деле не нужно использовать два но мы не знали это так а что еще свойство один zp это единичный диск в qp хорошо это колцо и тоже алгебрик с алгебрической точки зрения zp это колцо с геометрической точки зрения это единичный диск в qp в евклидовом пространстве конечно у нас есть поднятие единичного шара да но или промежуток между плюс минус единицы это не имеет структуру колца можно умножить но если сложить но здесь единичный диск на самом деле это это колцо второе свойство это алгебрические свойства zp по первой степени n по существу это изоморфно z по первой степени n что я имею ввиду это просто то что сложение и умножение zp это как сложение и умножение z используя используя петерские разложения и когда мы работаем по первой степени n мы просто мы просто работаем только только до до члена первой степени n и поэтому невозможно сказать если если вы используете сложение и умножение в zp по первой степени n или в z по первой степени n по первой степени n это и то и другое все совпадает третье свойство zp если кто уже занимался курсом анализа вы знаете свойство как сказать болзановая страуса болзановая страуса да zp получается такое свойство каждая проследовательность проследовательность имеет как сказать сходящую подпроследовательность это правильно да спасибо и как доказать ну у нас есть пиодическое разложение и возможно ну есть много доказательств классического классического тюрема болзанова в страуса но можно доказать эту тюрему в численных числах используя десятичное разложение и конечно здесь тоже возможно если у нас есть последовательность zp ну существует только конечные числа цифр цифр цифры и в плазниат вилась zp существует ну некоторый a0 возникает бесконечно много поэтому получается первый подплазниат и А среди них некоторой А1 возникает бесконечно много, получается, подпосветовательность и так далее. Поэтому получается это свойство ZP. Используя терминологию в топологии, это компактное пространство. ZP это компактно. Так, и QP это локально-компактное пространство, как и Z. Возможно, например, исследовать гармонический анализ на QP просто из-за того, что это локально-компактное поле, как R. Так. Я не помню, я не помню, когда лекция заканчивается. А, так. Так. Корня многочленов. Корня многочленов. Если F от X многочленов с коэффициентами в вещественных числах, как можно знать, что F от X имеет корень, the R? Ну, можно рисовать график. Используем математику. Теорем штурма. Теорем штурма. Теорем. А, да, это алгоритм. Я имел в виду что-то проще. Если F от A положительное число и F от B отрицательное число, конечно, между ними есть корень. Хорошо? Так. Существует аналог этой простой проверки на QP. Ну, на QP нет соотношения порядка. Невозможно сказать нет. Да. Но есть аналог, но невозможно использовать понятие знаков. Это Лема Генцева. Генцева, он человек, который впервые создал периодические числа. Это критерии, чтобы, значит, многочлен с коэффициентами в ZP иметь корень в ZP. Пусть этот X многочлен с коэффициентами в ZP. Если существует A в ZP, такое же периодическая норма, и если F от A меньше, ой, строго меньше, извините, строго меньше норма производной квадрата, то существует корень альфа. Существует альфа в ZP. Такое же, F от альфа. Это равно нулю. А приближение к альфа. Хорошо? Норма разности строго меньше нормы производной. В точке A. Хорошо? Ой! Существует единственный корень. Единственный корень. Так. Возможно понимать эту лему. если мы увидим примеры. А! Но до того, как мы увидим примеры, я оставил, я оставил доказательства этой мемы на диске O. И я хочу, поэтому здесь я не хочу описать подробности, но я хочу сказать, что доказательства состоит в использовании метода Ньютона. Метода Ньютона. Хорошо? Используется метод Ньютона. Ньютона. То есть, пусть A1 равно A, и пусть AK плюс 1 равно AK минус F от AK на F' от AK. Можем доказать, что последовательность AK фундаментальная последовательность ZP. А ZP это полное колсор, поэтому эта последовательность сходится ZP. Пусть А это предел. Хорошо? На самом деле, а если вы позже сегодня вы смотрите листок 3, вы увидите, что на самом деле этот процесс даже работает в контексте Z10, чтобы строить приближение к решению уровня х квадрат равно х. можно применить эту идею и даже работать. Это совсем, ну, это удивительно, я думаю. Так, какие примеры? Пора видеть примеры использования 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, это сравнимо с квадратом по модулу 7 я хочу ну как себя поднимать это свойство z7 из z по модулу 7 рассмотрим многочлен x квадрат x 2 минус 2 пусть а развод 3 какое это число? 7 и производное это 6 поэтому схематическая норма это 1 седьмая и получается это неравенство так как это равно единице и это меньше единицы а что это значит это значит что существует альфа z7 такое что это корень этого многочлена альфа квадрат равно 2 альфа квадрат и кроме того альфа минус приближение 3 меньше чем меньше чем? меньше единицы и если вы думаете о семантических разложениях то что норма разница меньше строго меньше единицы единицы это значит что альфа сравнимо с 3 по модулу 7 3 это первая цифра первая семантическая цифра этого корня альфа хорошо существует корень из этого многочлена и первая цифра это 3 хорошо на самом деле можно можно написать еще цифры используя компьютер это 3 плюс ой 7 плюс 2 на 7 квадрат плюс 6 на 7 куб плюс 7 в степени 4 плюс и так далее это начальная часть семантического разложения этого корня альфа и вообще вообще для простого п если п не равно двум и c целое число или пиодическое целое число которое несравнимо с 0 по модулю p то есть первая пиодическая цифра это может быть это 1 2 3 p минус 1 если c сравнимо с квадратом по модулю p то c равно квадрату zp как здесь когда p равно 7 2 сравнимо с квадратом по модулю 7 почему важно что p нечетнее простое число так как когда в производной мы не хотим чтобы 2 здесь и мы не хотим чтобы в пиодической норме что норма 2 меньше единицы хорошо еще пример еще пример что происходит если p равно 2 вот пример два одетического числа которое равно квадрату x квадрат плюс 15 x квадрат плюс 15 это f f от 1 16 f стрих от 1 это что 2 поэтому получается ключевое неравенство ой да поэтому демагенция говорит что существует два одетического тела числа alpha такая что alpha квадрат равно минус 15 и alpha минус 1 имеет норму которая меньше половины что это значит через сравнение если два одетического тела числа имеет разницу в единице норма которой меньше половины что это значит а по сравнению с чем поможем чему и на самом деле вот начальная часть 1 плюс 8 плюс 16 это два логическое логическое разложение этого корня так хотя существует единственный такой корень который вредит выражает этим свойством это не значит что по модулю 2 в степени n существует приближение хорошо Так, какие корни этого уравнения по-моджу 2 в степени n? По-моджу 2, 4, 8 и так далее. По-моджу 2, это многочлен имеет только единица. Это единственный корень по-моджу 2. По-моджу 4, 1 и 3, это корни этого многочлена. Но начиная с-моджу 8, получается 4 корня. 4 корня. И переход к-моджу 16, ну, корня 5 и 3 по-моджу 8 не, как сказать, подняется, поднимается. Но 1 поднимает к двум корням и 7 поднимает к двум корням. И оказывается, когда n больше или равно 3, получается всегда 4, 4 корня. Это как в первой лекции, когда мы увидели, что х квадрат равно х имеет 4 корня по-моджу 10 в степени n. Но после перехода к пределу, в Z10 еще получается 4 корня. Но в Z2 получается только 2 корня. Так как Z2, Q2 это поле. Но если каждая по-моджу 2 в степени n, получается 4 корня, что происходит? Как возможно, что у нас есть 4 корня по-моджу 2 в степени n для всех больших n, но после перехода к пределу есть только 2 корня. Ну, смотрите, здесь 25 и 57. Вы видите, что два этические разложения совпадают здесь. И такие корня. Два этические разложения совпадают здесь. Поэтому к пределу, что происходит, вот одна последовательность двух корней, и вот другая пара корней, а после перехода к пределу они совпадают. Хорошо? Поэтому все в порядке. На самом деле Z2 это область телостности, Q2 это поле. не получается 4 корня в два этических числа, но поможет быть в два в степени n, тянем у них это у нас есть 4 корня. Все согласуется. Нет противоречия. Вопросы? Нет? Хорошо. Может быть, будет еще совпадение? Ну, там. Нужно терпение. Так. Хорошо. А еще пример? Ну, 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 ну. Еще пример. Еще пример. Пусть этот X, это XQ минус 2X плюс 6. Хорошо. И это на Z2. Ой, нет, нет, нет. Z5. Извините. Z5. Да. В модуле 5 у нас есть два корня. Один и два. В модуле 25 что происходит? Этот корень к модулю 5 поднимается к модулю 25? А что об этом корне? Ой, нет. У нас есть одно поднятие этого корня. Этот корень не поднимается. Не подняется. Можно продолжается первый корень к бесконечности. на самом деле F от единицы это что? Одна пятая и F' от единицы это что? Ну, это как выше. Это как мы уже видели. Это меньше квадрата этого числа. Поэтому получается на самом деле единственный корень в Z5 этого многочлення которое сравнимо с единицей по модуле 5. Если получается корень по модуле 5 по модуле P или P квадрат это не всегда значит что возможно поднимать корень к бесконечности. хорошо? Так. Еще пример. Еще пример. Вот очень важный пример. Вы знаете малую теорему Ferma? Да. Спасибо. Малая теорема Ferma. Что говорит малая теорема Ferma? Цепри. Теорема это не просто сравнение. Есть условия. Да, если это простое число A в степени P сравним с A то A в степени P сравним с A по модуле 5 для всех A в Z или ZP. так как Z по первой степени N и ZP по первой степени N совпадают например в частности Z по P и ZP по P совпадают. Поэтому получается это сравнение. Поэтому рассмотрим многочлен X X в степени P минус X если A равно нулю единице двум трем и так далее до P минус единице то мы знаем что эффект A сравним с нулем по модуле P поэтому периодическая норма этого числа меньше литра 1 1 на P А что происходит с производными? Это произведение имеет норму меньше единицы это 1 поэтому используя усиление неравенства треугольника это максимум так как нормы мигра 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 и поэтому еще раз получается самый самый простой пример в львеме генцио то что это правая часть так получается это неравенство и поэтому существует корень омега A ZP такое что омега A степени P равно омега A и омега A сравним с A по модулю P то есть периодические разложения этого корня этого многочлена начинается с A A A плюс высшие члены хорошо и кроме того если A не нуль если A не равно нулю то омега A это корень из единицы иными словами по модулю P все ненуловые числа удовлетворяют уравнению A в степени P минус 1 равно A сравним с A по модулю P а вот это периодическое поднятие этого соотношения в ZP тоже существует уравнение X в степени P минус 1 равно 1 и как это выглядит хорошо так вот уравнение и для всех A начиная с единицей получается корень омега A A это первая цифра в периодическом разложении и этот чисел начиная с A удовлетворяет уравнение X в степени P минус 1 равно 1 1 например когда P равно 3 это уравнение просто X квадрат равно 1 и конечно у нас есть два очевидных корня плюс минус 1 может быть это неинтересно когда P равно 5 это уравнение X в степени 4 равно 1 и получается 1 2 3 4 корня плюс минус 1 и корень из минус 1 2 плюс и так далее 3 плюс и так далее видите все возможные числа возникают как цифры кроме нуля когда P равно 7 это уравнение X в степени 6 равно 1 и получается 1 2 3 4 5 6 корня этого многочлена и мы увидим 1 2 3 4 5 6 и все возможные ненуловые числа по мотиву 6 по мотиву 7 возникают как цифра единственного корня этого и это будет очень важно в некотором применении этих понятиях наверное в последней лекции хорошо так так это лема Генцева это очень очень основная лема следующий предмет пиодическая интерполация напрямую напрямую если у нас есть посвятую вакуумность c1 c2 c3 можно строить 1 2 3 4 и ну наверное может быть это посвятовательность факториалов и если кто-то если у нас есть вопрос возможно ли продолжать эту последовательность до непрерывной функции напрямой ну конечно это очень очень легко но конечно есть много возможных возможных ответов да нет единственное продолжение посвятовательность до функции напрямой но посвятовательность это это просто функция ну это просто функция на n и n это плотное подножество периодических чисел поэтому возникает вопрос возникает вопрос возможно ли продолжать в единственном смысле посвятовательность как функция периодической переменной непрерывная периодическая функция существует ну что значит звездочка ну может быть если посвятовательность если посвятовательность это подножество в ку-п возможно ли существует ли непрерывная функция на zp такая что на n это оригинальная посвятовательность и вот очень важный пример конечно случайная посвятовательность не имеет такого продолжения до непрерывной функции на zp но существует много интересных примеров когда такая пиодическая интерполация возможна вот очень основной пример пиодической интерполации пусть a zp такое что a минус 1 имеет пиодическую норму меньше или равно 1 p если p не равно двум или если p равно двум нужно чуть-чуть более строгое неравенство хорошо так какое заключение последовательность a в степени n удовлетворяет неравенству a в степени m минус a в степени n пиодическая норма из этой разницы разницы равно строго равно норме разницы a минус 1 на m минус n это это почти пиодическая изометрия но здесь получается постоянный множитель когда n для всех m и n поэтому это ну периодически равномерная равномерно непрерывная функция поэтому можно можно определить a в степени x где x периодическое целое число как это периодический предел чисел a в степени n и где n и произвольная последовательность n такая что n и страница к x z p например 6 с равными соединениями поможем 5 это значит что возможно определить 6 в степени x как предел периодических чисел например 6 в степени 3 о о о я забыл конечно это строительство имеет приятные свойства a в степени x на a в степени y это a в степени x плюс y сложение двух периодических чисел и что еще конечно у нас есть тоже естественное продолжение этого равенства для x и y вместо n и n так 6 в степени 3 как 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 приблизить ну я хочу использовать петодическое приближение к этому числу а я думаю что во второй лекции мы увидели мы увидели что одна третья одна на три это сравнимо с четырехсот семь десять по может пять по степени четыре если используют 6 в роли a какое это число это одна пятая да и поэтому и оказывается это все это единица на пятую степень пять поэтому если мы хотим найти приближение кубического корня петодическое петодическое кубического корня шести можно использовать шесть в степени четыреста семь десять по множеству пятую степень пять и поэтому использую компьютер шесть в степени четыреста в степени четыреста семь десять это сравнимо с чем это сравнимо с 2361 в степени пять и возможно поверить то что на самом деле это кубический корень из шести все все работает хорошо это приближение это пример периодической интерполации и мы будем использовать эти идеи в последней лекции чтобы применить чтобы решить некоторые вопросы которые вначале не в них не возникают периодические числа но можно использовать периодические числа чтобы решить их хорошо это все на сегодня а это это